О таких маневрах под боком определенно можно сказать. Военная угроза для страны. Учение НАТО в соседних странах Беларуси. Это вынудило нас защищать свои рубежи. На что на днях отреагировала Польша. Мол, они не видят причин беспокоиться из-за того, что у западных границ мы развернули войска. Наши действия соседи слишком самоуверенно называют психологической игрой. За развитием настораживающей ситуации пристально следит главнокомандующий. С инспекции в западный регион Александр Лукашенко прилетел перед началом белорусского комплексного тактического учения на Гродинском направлении. Со дня на день тренировки начнутся. Войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны. Уже создана сводная группировка войск в составе десантники, артиллеристы, танкисты, расчеты беспилотников. Участились количество полетов нашей границы практически в два раза. Подходят границы, разворачиваются и на боевые. Но мы их видим. Видим. Командующий сразу подключил. Вы, ребята, смотрите, ветер. У нас в воскресенье планируется в нашу сторону. Если так произойдет, мы будем действовать соответствующим. Да, без предупреждения. Тут нечего. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения. О каких-либо прогнозах пока не говорят. По крайней мере, вслух. Министр Хренин докладывает президенту обстановку на рубежах. Исходя из динамики развития обстановки, нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется целый ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших соседей Республики Беларусь. Для наращивания усилий по дестабилизации обстановки возможны попытки проникновения на территорию западных областей деструктивных сил, курируемых спецслужбами стран Запада, как легальным, так и нелегальными способами, путем просачивания через государственную границу. При этом возможны различные провокации по нарушению воздушного пространства и государственной границы. А дальше детали дела. Но журналистов просат покинуть помещение. Вопросы национальной безопасности не для публичного выступления. После небольшого совещания СМИ разрешают зайти. И здесь президент говорит о том, что в Беларуси все идет по плану цветных революций. Правда, с использованием внешнего фактора. Оппоненты хотят рассредоточить силу белорусских военных и правоохранителей, хитро отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Оригинальность стоит в том, и особенность ситуации на данный момент, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Так было. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, и не только сопротивляется, контролирует ситуацию, подключили внешний фактор. Ну, понятно, хотят растащить наши силы, прежде всего вооруженные силы, отвлечь нас от внутреннего противостояния этого и напрячь на внешних границах. Естественно, активизация протестного так называемого настроения и бандитизма внутри. Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента. Делают это всерьез, поскольку всыплется заявление западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо, передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Все они двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, за целью защиты населения. Они вводят войска из Белоруссии. Можно на Белоруссии поставить крест. То, что это делается всерьез, об этом свидетельствуют заявления западных государств, притом открытые заявления. Это уже прямое вмешательство. Речь идет о финансировании, о вытаскивании нас на переговоры в ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поэтому я еще раз попрошу вас, как министра обороны и командующего нашим направлением западным, предпринять все усилия для того, чтобы защитить прежде всего эту жемчужину западную Белоруссии с центром в Гродно, с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны. До свидания. На вооружении белорусской армии современные и мощные боевые единицы. Постоять за себя сможем. Президенту показывают работу реактивная система залпового огня. Решение было принято усилить Гродненское направление, в том числе и дивизионом Полонез, одна из самых известных разработок белорусского ВПК. Систему на вооружение приняли в 2016-м. Поражать объекты установка позволяет в радиусе до 300 километров. Пункт управления начальника ракетных войск и артиллерии. Ответ 77-му. 77-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион к выполнению задачи готов. А это уже кадры из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Она в маршруте президента. Александр Лукашенко показывают возможности отделения. Здесь готовят не только танкистов, но и саперов, разведчиков, роту радиационно-химической и биологической защиты. Это тот комплект, который готов к выполнению боевой задачи в любую секунду. Но от показательных выступлений к разговору о серьезном. Совещание с руководителями силового блока. С сожалению, но президент скажет. Вместо того, чтобы заниматься наращиванием экспорта, увеличением количества торговых партнеров, многим нашим отраслям, закрытие границ сыграло на руку, тратить силы приходится на стабилизацию обстановки в стране. Что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы. В им курсе дела мне пришлось принимать впервые за четверть века самое серьезное решение, проводя основные части вооруженных сил, не все, а основные, полную боевую готовность и переброски на западное направление. Я хотел бы, прежде чем, принимать решение по внутреполитической ситуации в Гродно услышать ваши доклады. Какова здесь обстановка, прогноз развития и что необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И хочется продолжить мысль истории про крест на Беларуси. Ставить его пытаются сегодня все те, кто за явно несветлое будущее страны. Новый президент? Где в это время особо жаждущие экс-кандидаты в лидеры? Их помощники на площадях призывают к переменам? Уехали из страны? Почему сегодня, как белорусы, они не пытаются защитить свое государство от внешних угроз? Понятно, что белорусам всегда и особенно сейчас нужен сильный лидер. Стране сильная власть, а армии крепкая рука. И это важно не упустить. Хотелось бы, чтобы элементарное понимали не многие, а все. Виктория Ходосок, Алексей Петров, Гродненская область, СТВ.